Пожалуйста, Сергей Кужгинович. Точные удары по боевикам ИГИЛ на всю глубину территории Сирии. Уничтожение бандформирований наряду с оперативно-тактической авиацией, действующей с аэродрома Хаймими. Дополнительно с российской территории привлечены самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 дальней авиации. Сегодня с 5.00 до 5.30 утра по московскому времени 12 дальними бомбардировщиками Ту-22 нанесены удары по объектам террористической организации ИГИЛ в провинциях Рака и Дейр-Изор. С 9.00 до 9.40 стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС произведены пуски 34-х крылатых ракет воздушного базирования по целям боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. Все удары наносятся по заранее разведанным целям. Всего в первые сутки воздушной операции спланировано 127 боевых вылетов по 206 объектам террористов. В настоящее время выполнено 82 боевых вылета, в ходе которых уничтожено 140 объектов бандформирований. Операция продолжается. Последующие массированные авиационные удары будут наноситься в соответствии с доложенным вам планом воздушной операции. Сил и средств достаточно. Подробнее о действиях российской авиации доложит начальник генерального штаба Валерий Алексеевич Герасимов. Пожалуйста, Валерий Алексеевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с вашим распоряжением, боевая авиация наших вооруженных сил с 30 сентября наносит удары по формированию международных террористических организаций на территории Сирии. В течение 48 суток российской авиационной группой выполнено 2289 боевых вылетов и нанесено 4111 ракетно-бомбовых ударов по основным объектам инфраструктуры, скоплениям военной техники и живой силы боевиков. В ходе боевых действий уничтожено 562 пункта управления, 64 лагеря подготовки террористов, 54 завода по изготовлению вооружения и боеприпасов и другие объекты. Действия российской авиации позволили сирийским вооруженным силам перейти в наступление по всему фронту в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс и Дамаск, освободив от бандитов значительные территории. На севере, в провинции Алеппо, в сирийской армии освобождено 40 населенных пунктов. Правительственные войска деблокировали авиабазу Квайрос и в настоящее время продолжают расширять зону безопасности вокруг аэродрома. Успешно развивается наступление на Идлиб. Сирийские войска в настоящее время ведут активные наступательные действия на удаление 20-30 километров от города. В приморской провинции Латакия боевики выбиты из 12 населенных пунктов. Штурмовые отряды правительственных войск и народного ополчения ведут ожесточенные бои за владение городом Сальма. На рубеже Гбана и Гмам им удалось зачистить от боевиков ряд тактически важных высот и населенных пунктов. Несмотря на упорное сопротивление бандформирований, продвижение сирийских подразделений продолжается. В центральной части страны в результате наступления правительственных войск и подразделения ополчения удалось взять под контроль населенный пункт Хадат и блокировать боевиков в городе Мхин. Продолжается наступление сирийской армии в направлении Пальмиры. С начала активных действий штурмовые отряды продвинулись на глубину до 4 километров, блокировали террористов в населенном пункте Максам и в настоящее время ведут бои за владение господствующими высотами на поступках к городу. В районе Дамаска в ходе напряженных городских боев продолжается освобождение захваченных боевиками районов Джаубар и Восточная Гута. Впервые за 4 года боевых действий сирийская армия освободила 80 населенных пунктов, обеспечив установление контроля над территорией более 500 квадратных километров. В целях выполнения ваших указаний о наращивании ударов по объектам ИГИЛ и других экстремистских организаций, генеральным штабом разработан план воздушной операции. Наряду с увеличением интенсивности боевых вылетов авиации с авиабазы Хмеймим в Сирии, планом предусматривается дополнительно привлечь к нанесению ударов с территории Российской Федерации 25 самолетов дальней авиации, 8 перспективных бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27СМ. В целях повышения оперативности вскрытия объектов противника и точности определения координат целей продолжается усиление космической разведки территории Ближневосточного региона. К ведению разведки привлечены 10 космических аппаратов видовой и радиоэлектронной разведки, в том числе гражданского назначения. Осуществлены перенацеливания и коррекция орбит ряда спутников, что обеспечивает съемку территории Сирии с необходимой периодичностью. Планируется дальнейшее усиление орбитальной группировки за счет задействования космических аппаратов, находящихся в оперативном резерве, а также запуска новых. Сегодня в ходе первого массированного авиационного удара 34-мя карлатыми ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожено 14 важных объектов террористов. Это пункты управления незаконными вооруженными формированиями, осуществлявшие координацию действия отрядов боевиков ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо. Крупные склады боеприпасов и других материальных средств на северо-западе Сирии, оборудованные в защищенных укрытиях. Лагеря подготовки боевиков, в которых проходило обучение пополнения для отрядов террористических организаций, в том числе террористы-смертники. Три крупных завода, производивших взрывчатые вещества, пояса шахидов и неуправляемые реактивные снаряды. Авиационная группировка на аэродроме Хмеймим за сегодняшний день выполнила 65 самолетов вылетов из 98 запланированных на день. В результате нанесения авиационных ударов уничтожены 6 командных пунктов боевиков, 8 складов с боеприпасами, 12 лагерей подготовки террористов, 4 завода по изготовлению фугасов и ракет, 6 складов с топливом. Самолетами Су-34 поражено 2 колонны топливозаправщиков, уничтожено около 50 автомобилей, что с учетом нанесенных ранее ударов посредством транспортировки нефтепродуктов, всего уничтожено 410 наливников. И отдельным элементам инфраструктуры существенно снизило возможности боевиков по незаконному экспорту энергоносителей. Руководство воздушной операции осуществляется из Национального центра управления обороны Российской Федерации через пункты управления командованием дальней авиации и авиационной группировки в Сирии. О нанесении ударов нами были заблаговременно проинформированы командование военно-воздушных сил США и других стран коалиции. Нанесение ударов по объектам боевиков продолжается в соответствии с утвержденным планом. Все задачи, поставленные вами, товарищ Верховный Главнокомандующий, будут выполнены. Доклад закончен. Спасибо. Командующий дальней авиации, Анатолий Дмитриевич, пожалуйста. Продолжение следует... И дальние бомбардировщики Ту-22М3. Экипажи стратегических и дальних бомбардировщиков, поставленные задачи по поражению объектов, выполняют в строгом соответствии с планом нанесения первого массивного авиационного удара. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС после выполнения боевой задачи приземлились на своих аэродромах. Проводится обслуживание и подготовка авиационной техники к последующим вылетам. Анализируется материал объективного контроля. Усиленное эскадрение дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродромом Моздок в течение суток наносит два групповых авиационных удара по объектам ИГИЛ в восточной части Сирии, провинции Дер-Эс-Зор и Рака. Один из ударов осуществлен в ночное время, второй выполняется в настоящий момент. В ходе выполнения ударов самолеты Ту-22М3 за один вылет продолжавшиеся 5 часов 20 минут преодолели расстояние 4510 километров. А Ту-160 и Ту-95МС находились в воздухе 8 часов 20 минут и 9 часов 30 минут соответственно. Продолжительность маршрута составила 6566 километров. В результате ракетно-бомбовых ударов уничтожено 7 скоплений боевиков и техники, 4 командных пункта, 5 крупных складов боеприпасов и вооружения, 5 объектов инфраструктуры террористов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, морально-психологическое состояние, профессиональная подготовка летного и технического состава, состояние авиационной техники, запас авиационных средств поражения и авиационного топлива позволяет выполнить все задачи, поставленные командованием дальней авиации в рамках воздушной операции точно и в установленной сроке. Доклад закончил. Спасибо, Анатолий Дмитриевич. Пожалуйста, капитан первого ранга «Криворог» Олег Леонидович, крейсер «Москва» в Средиземном море. Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладывает старший до похода капитан первого ранга «Криворог». Гвардейский ракетный крейсер «Москва» в составе оперативного соединения военно-морского флота в восточной части Средиземного моря решает задачи по обеспечению боевой устойчивости кораблей и судов, выполняющих перевозки в Сирийскую Арабскую Республику, прикрытию с морского направления пункта базирования российской авиагруппы и пункта выгрузки грузов, доставляемых морским путем. В ходе выполнения задач кораблем пройдено 10 300 морских миль. Осуществлено конвоирование и прикрытие 27 кораблей и судов, выполняющих доставку грузов в порты Сирийской Арабской Республики. Обнаружены и выявлен характер действий 53 кораблей и 2375 самолетовылетов вооруженных сил иностранных государств, осуществляющих свою военную деятельность в восточной части Средиземного моря. В настоящее время гвардейский ракетный крейсер Москва в назначенном районе осуществляет контроль за воздушной, подводной и подводной обстановкой для создания благоприятных условий действий сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вооружение и технические средства крейсеров в строю, личный состав здоров, морально-психологическое состояние экипажа высокое. Доклад окончил. Олег Леонидович, в ближайшее время в район Ваших действий подойдёт французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними, как с союзниками. Начальник генерального штаба и министр обороны соответствующие указания получили. Нужно будет разработать с ними план совместных действий, как на море, так и в воздухе. Спасибо. Давайте включим аэропорт Моздок. Пожалуйста, Анатолий Степанович. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с Вашим решением, сегодня группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с оперативного аэродрома Моздок нанесла ночной групповой авиационный удар по шести объектам террористической организации ИГИЛ на территории Сирии. После посадки была выполнена подготовка к повторному вылету. В 14 часов экипажи произвели взлет для нанесения второго группового авиационного удара. В период с 16.30 до 17 часов нанесены удары по шести объектам. В данный момент экипажи возвращаются на свой аэродром. Летный состав и авиационная техника работает штатно. Связь осуществляется с экипажами на всех этапах маршрута, управление устойчивое. Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав оперативной группы готов к выполнению поставленных Вами задач по обеспечению безопасности Российской Федерации и защиты ее граждан. Доклад закончил. Уважаемые товарищи, хочу продолжить то, что сейчас было только что сказано Анатолием Степановичем. Выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии, вы защищаете Россию и ее граждан. Хочу поблагодарить вас за службу и желаю удачи. Спасибо. 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 Спасибо.